Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну и что же подсказывает нам здравый смысл, когда мы рассуждаем о том, что произошло в Джорджии? Ну, во-первых, в последнее время очень плохо со здравым смыслом. Собственно, плохо со здравым смыслом, начиная с того момента, как начались расследования, так называемые, деятельности Трампа по продаже Родины то ли Путину, то ли, я не знаю, кому-то еще, так сказать, мировому коммунизму или там что-нибудь, я не помню уже, во что его обвиняли. А вот тогда, так сказать, здравый смысл совершенно перестал работать, потому что я вот помню свое ощущение, когда я прочел досье, так называемое, которое Кристофер Стилл, извиняюсь, я так далеко ухожу, но я подойду сейчас к вопросу. Ну, когда я прочитал этот досье, значит, которое опубликовали, которое Кристофер Стилл якобы, значит, составил, и первое, что я сам себе сказал, что этот досье написано в Москве. То есть, как минимум, русскими, так сказать, российскими людьми, потому что, ну вот, целый ряд подробностей, включая, извиняюсь, золотой дождь в кровать, на которой якобы спала, значит, Мишель Обама, а такой придумки американцу просто в голову бы не пришло попросить якобы московских проституток, которых якобы привел Трамп к себе в номер, писать на кровать. Это развлечение абсолютно, так сказать, комсомольцев и КГБшников российских, а не американских бизнесменов. Ну, и там было целый ряд других таких смешных, так сказать, смешных, ужасных вещей, как выяснилось. А, значит, вот, продумав все это и решив, что это совершенно точно подделка КГБ, я задался тебе следующим вопросом. А, значит, зачем нам выдают эту подделку КГБ за, так сказать, доклад якобы, так сказать, от британского шпиона? И, во-вторых, зачем КГБ надо было делать эту подделку, да? КГБ, я имею в виду ФСБ сейчас, оно называется, у меня, так сказать, я их очень не любил, когда они были КГБ, у меня врезалось, так сказать, в память, да? Так вот, значит, продумав еще три минуты буквально, потом были подтверждения всякими моими мыслями, я пришел к выводу, что это означает, что ФСБ с разрешения своего самого высокого начальства, а самое высокое начальство, это, естественно, Владимир Владимирович Путин, занималось тем, чтобы всячески утопить Трампа и не дать ему стать президентом Соединенных Штатов Америки. Что сразу же поставило, так сказать, с ног на голову все эти утверждения Брэнна, Хоми, Маккейна, Макэйба и тому подобное. Ну, ладно, значит, переходим теперь к нашему отсутствию здравого смысла. Вот здравый смысл, с моей точки зрения, абсолютно отсутствует у судей, которые говорят, а нет у нас никаких доказательств, принесите доказательства, и тогда мы будем это рассматривать. А потом выясняется, что они вообще не дали представить никаких доказательств. То есть, они изначально по тому, что им написали на 50 страницах о том, что у нас есть, вот это у нас есть, вот это у нас есть, вот это мы готовы вам это показать. Они говорят, нет, вот этого того, что вы написали, тут нет доказательства, поэтому это сам. Ну, хорошо. Вот, значит, теперь вчера вылезло то, что уже нельзя сказать, что нет доказательств. Просто хоть тресни, нельзя этого сказать. Что же вылезло? Два дня тому назад, значит, в избирательной, среди юристов, которые занимаются, так сказать, попытками вытащить нас из той явы, которую демократы у нас засунули. Кто-то сказал, ребята, а ведь здание, в котором в Джорджии, они сидели в Джорджии и думали, какие же доказательства притащить. А у нас, значит, здание-то, оно ведь не муниципальное, они сняли его специально для выборов. Да, правильно, сняли там, арена она называется как-то. То есть, сняли, ага. Но ведь обычно в таких зданиях есть камеры. Да, есть обычно. А может быть, получилось так, что они их не отключили. Хотя теоретически они должны были отключить, потому что, так сказать, в общем, требования там не снимать, ни то, ни сё. Кто-то поднял трубку, позвонил, спросил, кто у вас занимается охраной. Такая-то компания. Позвонили в эту компанию. Ребята, а у вас камеры там стоят? Стоят. А вы их выключали на время выборов? Нет, нам никто не сказал. А, интересно. А вы сохраняете записи? Сохраняем. То есть, запись у вас там, так сказать, с 3 ноября есть? Да, есть. А вы можете их дать? Пожалуйста, приезжайте, копию получите. Ну, в общем, в час ночи, это было позавчера, значит, ну, в час предыдущей ночи, да, в час ночи собралось огромное количество народу, значит, вся группа не пошла спать, собралась, которая занимается расследованием деятельности демократов на выборах. И, значит, они, значит, они отсмотрели видео с четырех камер. То есть, четыре камеры одновременно снимали зал, в котором, значит, с самого утра, они за 24 часа они взяли, значит, первым делом они выяснили, что в 8.30 утра открывается дверь, заходит в этот зал, в котором стоят там десяток-полтора столов. Некая дама затаскивает туда длинный такой раскладной стол, ставит его, накрывает его темной скатертью, так, чтобы, так сказать, ничего под ним видно не было, свисающий. Потом засовывает туда под этот стол четыре огромных чемодана, чемоданы вообще не должны быть в этом здании и в этом зале, потому что, так сказать, все в коробках, все, так сказать, там, нумеровано все, должны быть там стоять всякие знаки, там, баркоды и тому подобное. И, значит, после этого, там, не знаю, там в 9 часов открываются двери и народ начинает заполняться. Где-то в районе 10-15 вечера эта же дама, она там в белой блузке ходит, ее, так сказать, очень легко, все остальные и в цветном, а она в белом. Она, значит, начинает, значит, говорить все-все-все, закончили, все устали, мы больше не можем, мы начнем завтра в 9 часов утра, все уходите. И стоящие вдалеке, вдалеке, но, тем не менее, стоящие там представители республиканцев, представители демократов, представители прессы, то есть все те люди, которые были аккредитованы и могли зайти в этот зал и наблюдать, правда, издалека, но все-таки наблюдать за тем, что происходит. Они медленно-медленно-медленно расходятся и где-то вот в 10-40, значит, их никого нету, а по залу, поэтому, значит, болтаются 4 человека, 2 дамы, значит, сидят, что-то там продолжают делать сейчас за столами, мужчина какой-то ходит в красной футболке и вот эта вот дама. Когда все уходят, она, значит, исчезает из кадра, потом заходит обратно, я так предполагаю, что она закрыла, так сказать, дверь на ключ, после чего она что-то говорит своим, я думаю, что это расшифровывается, но просто плохо слышно было мне, что-то говорит своим коллегам и они бросаются быстро-быстро к этому столу, вытаскивают из-под них, значит, огромных 4 чемодана, отвозят их, значит, открывают их где-то уже, так сказать, мы это не видим за столами, вытаскивают оттуда какие-то бумажки и начинают их прогонять через скал. Сканеры. По количеству сканеров и по количеству бумажек, которые, значит, вот это, это были, так сказать, копии, насколько я понимаю и насколько пресса говорит, я, что называется, сам не знаю, как выглядят эти самые вот бюллетени в Джорджии, но пресса говорит, что это, значит, бюллетени, значит, копии, бюллетени, бюллетени, я не знаю. Значит, они быстро-быстро до часу ночи, то есть с 10.40 до часу ночи, да, это 2 часа 20 минут, они занимаются тем, что они, значит, вот эти вот проталкивают, сканируют и тому подобное. Значит, в прессе быстро посчитали, что они, значит, просканировали и засунули 18 тысяч бюллетеней, которые взялись ниоткуда, то есть из неких чемоданов, которые абсолютно не были похожи на то, что, так сказать, избирательные компании, так сказать, тому подобное готовят. Тайна, отослав всех и сказав, что больше никто ничего считать не будет, и они, значит, закончив это, разошлись в час ночи, я не знаю, куда они там уже увезли эти чемоданы и это самое, я думаю, что закинули в общую кучу эти бюллетени, теперь уже, так сказать, они стали интегральной частью того, что там, так сказать, уже лежит. Вот. А все это дело было показано как республиканцам, которые, значит, в Сенате, в Конгрессе сидят в Джорджии, так и губернатору Джорджии Кэмпу, который до того говорил, что никакого пересчета с лечения подписей делать не нужно, что достаточно пересчета, что никаких обманов нет и тому подобное, что заставило, так сказать, Сидней эту самую Пауэлл даже сказать в каком-то выступлении, что, так сказать, вообще-то, у меня такое ощущение, что и он и секретарь штата подкуплены. Ну, они оба республиканцы, и секретарь штата это. Секретарь штата, кстати, выступал с очень нельзя приятным, неприятным, так сказать, докладом, как бы, насчет Трампа, что у него телефон, значит, настолько дребездел, значит, со знаками Трампа, что он вынужден, должно было поставить Hail to the chief, чтобы знать, что это он звонит там, и он надоел ему со страшной силой, и он все равно будет делать то, что ему совесть говорит делать и прочее. Ну, в общем, совесть ему говорит, когда ему говорят, что 510 человек в твоем штате дал афидемиты под страхом того, что они, если не соврали, пойдут в тюрьму, будут судимы, а ты говоришь, что нет никаких свидетельств. В общем, теперь свидетельство есть просто, вот, что называется, в рожу лица. И губернатор Кэмп уже сказал вчера, что он будет, а он обратится к секретарю штата, по должности этот человек тот, который должен говорить, можно, нельзя делать подсчеты, переподсчеты и прочее, ну, кроме суда. Если он говорит там что-то, надо его, так сказать, никто не имеет права, кроме суда. Так вот, значит, что он обратится к своему подчиненному и скажет ему, пожалуйста, разреши с лечения подписей. То есть, в Джорджии, во-первых, положительный момент, что в Джорджии есть нечто, что, ну, теперь уже говорит, что ничего подобного не было, все они врут. Значит, то есть, как минимум мы знаем точно, что всем сказали, что больше сегодня ничего считать не будут и убрали всех свидетелей. Во-вторых, мы знаем, что сказав это, люди начали считать и считали 2 часа, там, 10-2 часа 20 минут. В-третьих, мы знаем, что откуда ли возьмись в комнате появились чемоданы, которые там не должны были быть, причем они были тщательно скрыты. И дальше мы видели, как люди что-то из этих чемоданов вынимали и через сканер пропускали. Вот теперь пусть, что называется, они теперь burden of proof, то, что называется, то есть, обязательство доказать, лежит теперь не на республиканцах. Потому что республиканцы говорят, вот наше доказательство, теперь оно лежит на демократах. Пусть они теперь объясняют, что это бюллетени, которые, откуда они пришли, кто их туда положил, почему вы это делали, когда вылили людей. А почему вы тайно это делали, куда вы дели эти бюллетени после этого, слечали ли подписи, не слечали и тому подобное. И главное, кто это вам приказал. Потому что эти бюллетени не могли в чемоданах сами там оказаться. То есть, целое большое количество людей делало что-то, чтобы эти бюллетени появились на свет, чтобы потом они были запакованы в чемоданы, чтобы потом они были перевезены в эту арену, чтобы потом кто-то, значит, спрятал вот эта женщина в чемоданах, это под стол, а потом ждали до того, до вечера, как они не отправят людей спать, с тем, чтобы их выйдут, начать их считать. То есть, есть много вопросов, на которые люди должны будут отвечать. Значит, сейчас вопрос в следующем. А генеральный прокурор штата, с моей точки зрения, должен открыть срочно дело, и если он сам этого не делает, ему должен приказать губернатор, как я понимаю, губернатор имеет право это сделать, открыть дело, должен найти этих четырех человек, как вы понимаете, найти их будет несложно. Есть списки тех людей, которые работали на этом избирательном пункте. Это был счетный пункт, на котором, так сказать, самый большой, по-моему, в Джорджии, куда стекалось достаточно большое количество бюллетеней из самой наполненной каунти, то есть графства в Джорджии. Там в Джорджии, по-моему, сто, сто пятьдесят девять графств. Значит, вот это самое большое из всех графств по народу населению, по плотности населения. Вот, и нужно срочно найти этих людей, срочно их вытащить. И в присутствии юристов, с моей точки зрения, Трампа, чтобы не оказалось, что человек, который их допрашивает, такой же, так сказать, предатель Родины, как они, их допросить с тем, чтобы объяснить им, что, ребята, вы можете говорить, что вы, так сказать, никого не сдадите, никого не пройдите, вы сами это придумали, но предупреждаю, что вы сами это придумали, это 15 лет. А если это кто-то вам сказал, что это сразу же три года. Может, хотите рисковать, пожалуйста, вперед. Кто-то из них обязательно начнет колоться. Потому что одно дело взять и избрать, так сказать, убрать ненавистного фюрера по имени Трамп, Трумп. А другое дело, это сесть на там, даже на три года сесть в тюрьму за то, что ты подделывал, так сказать, и т.д. и т.п. И, так сказать, жульничал во время выборов. Вот что произошло у нас в Джорджии за последнее время. И, ну, что называется, мы же знали, что чем больше проходит времени, тем больше будет вытаскиваться всяких интересных свидетельств, тем больше будут приходить люди, тем больше будет информации. А главное, самая большая наша проблема, что у нас очень мало времени, потому что 8-го идет уже сертификация, а 14-го декабря просто, так сказать, что называется, все делегации штатов должны будут, собравшись, каждая у себя в столице, сказать, за кого они отдают голоса. И практически на этом, если не все закончилось, есть еще какие-то ходы, то 90%, ну, там, 80% того, что мы можем сделать, уже отрублено. То есть у нас очень-очень мало времени, и в этом, и только в этом сегодня проблема. Спасибо. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, скажите, пожалуйста, что мы можем предпринять, если левые, ну, ничего не будут делать, просто будут тянуть время и молчать. И медиа будет замалчивать этот эпизод, и вообще ничего не будет происходить. И не лучше ли было бы всю эту информацию, все эти доказательства предъявить Верховному Суду? Как ваше мнение? Спасибо. Вы знаете, до Верховного Суда ведь надо добраться. Не то, что там любой, в том числе и президент, может взять, постучаться в дверь Верховного Суда и сказать, ну-ка, примите вот это дело, да? Они должны принять его. Вот в 2000 году, скажем, когда была история между Гором и Бушем, да, почему так быстро как бы оно организовалось? Потому что ни один из них не набрал 270 голосов и просто все застопорилось. А, значит, и Флорида, последний штаб, к кому он, что называется, доставался, тот и становился президентом. Поэтому решить это было невозможно. Сейчас другая ситуация. Сейчас демократы утверждают, и, так сказать, судя по тому, что происходит, Байден наберет 270 голосов, если, что называется, не применять какие-то меры. Вы, опять же, я не специалист, я могу только слушать, что говорят, анализировать там и думать. Да, я не специалист ни в конституционном праве, ни специалист в закулисных, так сказать, во всяких делах и разговорах, до меня они не доходят. Поэтому все, что я знаю, что до Верховного Суда надо добраться. Надо добраться с помощью прохода нижних судов, то есть, так сказать, федеральный суд на месте. И если федеральный суд на месте говорит что-то, что кому-то не нравится, обязательно одной стороне это не понравится, то переход в апелляционный суд. А апелляционный суд этого штата или там группы штатов. А если одной стороне не нравится, что он говорит, то тогда просьба к Верховному Саду принять дело. Они могут его еще не принять. И сказать, ребята, вот, так сказать, нас не устраивает по этому и по тому, и мы считаем, что апелляционный суд ошибся потому-то и потому-то, пожалуйста, вы рассмотрите. И тогда они, так сказать, решают, рассматривать или нет. Теперь, когда к ним идет поднимать, называется так, подниматься по лестнице судебной. Если к ним поднимаются по судебной лестнице не одно, а больше, два или лучше, три дела. И приблизительно, я не знаю, что оно поднимается, и приблизительно одновременно это происходит, то тогда Верховный суд может сказать, окей, ребята, давайте мы все эти дела, потому что они однотипные, но идут из разных мест, объединим в одно федеральное дело. И будем теперь рассматривать уже не отдельно ситуацию в Пентильване, отдельно ситуацию в Джорджии, отдельно ситуацию в Неваде, в Мичигане, так сказать, и тому подобное. А давайте рассматривать это как законность-незаконность выборов. Там есть еще несколько пунктов, по которым можно, нужно подавать это в Верховный судебной инстанции. И теперь давайте, так сказать, ваша сторона, давайте своих свидетелей, свои доказательства, ваша сторона, давайте своих свидетелей, кросс-экзамен этих свидетелей. Мы будем задавать вопросы, а потом мы будем решать, что нам делать. Я уже несколько раз говорил, какие там три опции на самом деле есть у Верховного суда. То есть первая опция, на самом деле, просто не принять, сказать, что, так сказать, не обращайтесь к нам, ничего такого другого, мы не скажем, что сказал апелляционный суд. Бум, закончилось, да. Ну и три опции, так сказать, остаются, типа, все нормально, все прекрасно. Вторая опция, это вот удалите вот эти голоса, потому что они там неправильные и прочее, детей пересчитывайте. А третья опция, это вообще, к черту и бабушке, все отменяются выборы, потому что такого-то происходило, что разобраться теперь невозможно. Дела передаются в уголовные суды, занимайтесь этим сами. А с точки зрения выборов президента, давайте передаем-то в коллегию, то, что называется коллегия Конгресса. То есть по одному представителю от каждого штата и будут решать, что делать. Я надеюсь, я думаю, мне очень хотелось бы верить в то, что до Верховного Суда это доберется. И доберется вовремя, потому что еще раз, после 14-го уже будет очень сложно. Уже будет официально президент-элект, уже будут, так сказать, трубы трубить и тому подобное. И будет сложно все, что что-то делать, хотя еще и возможно. Но я надеюсь, что за ближайшую неделю, 10 дней, до 14-го числа, а лучше бы до 8-го, что-то такое произойдет, что остановит в нескольких штатах, в двух или трех штатах, остановит подсчет голосов и остановит право говорить, кто выиграл. То есть недостаточно будет ни у того, ни у другого кандидата до 270 выборщиков. И тогда, вот тогда оно автоматом пойдет в Верховный Суд. Давайте принимаем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. У меня очень простой комментарий по этому поводу. Вы знаете, по-английски хорошо сказать, I cannot comprehend. Я не въезжаю. Почему какие-то временные рамки могут ограничивать этот ужасный ивент? Вы понимаете, речь идет о безопасности государства, об обмане во всеамериканском масштабе. А мы говорим о том, что нам не хватает времени. Да это, ребята, это потрясение основ всего. А мы тут сидим и жуем, понимаете, разговоры о том, хватит ли нам времени, возьмут ли у нас или не возьмут ли у нас. Вот, собственно, и все. Спасибо. Ну, у меня есть следующее предложение к мужчине, который звонил. Пусть он выходит на улицу и что-то начнет делать, к нему присоединятся другие люди. Потому что, так сказать, не в укор вам будет сказано, не дай бог, но самое легкое это позвонить и высказать свое, ну, скажем, недовольство происходящим, что они кто-то другие чего-то не делают. Пока вы сами не начнете делать, не рассчитывайте, что начнут другие. Потому что спасение утопающих – дело рут самих утопающих. Да. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Вот один мой хороший знакомый в Фейсбуке написал. Иногда просто обращают внимание на простые элементарные вещи. Когда речь шла о сговоре Трампа с Россией или о телефонном разговоре с Зеленским, приведшем к надуманному импичменту, все СМИ были тут как тут, выдвигая недоказанные теории, одну за другой, соревнуясь друг с другом в количестве непроверенных догадок, публикуемых в секунду. Твиттер, Фейсбук, все, никто ничего не проверял, все строчили. А сейчас на руках живяне 5000 свидетельских показаний, данных под присягой. И в случае, если это неправда, людям грозит тюрьма, все они свидетельствуют о массовых подтасовках и грубых нарушениях во время проведения президентских выборов. И ни одно из центральных СМИ об этом не сообщают. Вы, правда, в центральных СМИ нигде не увидите выступления хоть какого-нибудь свидетеля или дающего показания на слушаниях в том или ином Конгрессе. Этого нет. Это такой заговор молчания против Трампа. Но при этом все говорят, каждое выступление, каждая говорящая голова на телевидении, каждая статья в газете начинается со слов, что ложные утверждения Трампа, недоказанные утверждения Трампа, его команды, любой материал начинается с этого. Значит, по вопросу населения, независимых таких, которые не демократы и не это самое, 65% людей, которые независимые, проголосовали за Байдена, сказали, что если бы они хотя бы слышали о том, что его сын замаран в Украине, в Китае, в России и тому подобное, никогда бы в жизни не пошли голосовать за Байдена. То есть тактика средств массовой информации оказалась очень правильной. Когда люди ничего об этом не знают, этого не существует. Они делали это довольно давно. То есть они, так сказать, участвовали в заговоре против Трампа. Заговор был, понятно, так сказать, мы все это понимаем, хотя никто не понес наказание, что ужасно совершенно с моей, уверен, с вашей точки зрения. Но тем не менее, значит, они участвовали все в раздувании скандалов, о которых они знали. Ну, Брэнон, мы уже знаем из записи Брэнона, что он доложил Обаме, что ничего в этом нету в июле еще 2016 года. Ничего нету во всей этой истории, значит, Россия-Трамп, что это выдумка избирателей компании Хиллари, что Хиллари сама дала окей на это, потому что, так сказать, у нее были плохие оценки народа о том, что она перезагрузку там хотела делать с Россией, там, кнопка-то, над ней смеялись. Надо было придумать что-то, чтобы нейтрализовать это, потому что говорили, что Трамп будет значительно более сурово обращаться с Россией. Вот они придумали, значит, как сделать так, чтобы, значит, на Трампа бросить тень, чтобы, как бы, так сказать, нейтрализовать его преимущество в этом деле. А потом Маккейн включился в это дело, ему понравилась эта идея, отомстить Трампу с помощью, значит, якобы связи с Россией. Брэнон подключился, значит, доложил Обаме, Обама кивнул головой, Брэнон после этого стал говорить, что все это правда, что у него есть подтверждение этому, передал Коми все это, Маккейн тоже сказал, что у него есть свои свидетельства о том, что подтверждающие, что Трамп марионетка Путина. И таким образом Коми, который прекрасно знал, что тоже в этом ничего нету, но у него появилось два хороших источника. ЦРУ, который, значит, действует с подсказки Обамы, и Маккейн, уважаемый сенатор, бывший кандидат президента от республиканцев, тоже говорит, что у него есть независимые источники, подтверждающие, что Трамп шпион, значит, и продал Родину, там, или продает, или в процессе продажи Родины, я не знаю, что у него там 33 миллиарда долларов положено на его банк, как писала, я уж не помню, какие газеты, по-моему, БАЗ, по-моему, писала, что 33 миллиарда долларов в акциях Роснефти лежит у... Пианковский это повторял все время, РАС-5, я слышал, он это повторял. Лежит на имя Трампа в каком-то банке в Австрии, ну, что-то, какую-то такую полную фигню, да. Вот. Сейчас они делают то же самое, только сейчас они... Раньше они наполняли пространство враньем, а сейчас они вычищают еще дополнительное, так сказать, пространство от любой информации. По принципу, я его не устаю повторять, мне он очень нравится, так сказать, я Пастернака не читал, но абсолютно согласен с советской властью, что он цукинцин, подонок-то, я его осуждаю. Потом то же самое про Солженицына, я его не читал, но я его обсуждаю, там и тому подобное. Вот сейчас даже на Fox News они умудрились прервать пресс-конференцию представителя Трампа, споксперсона Трампа, вырубить ее просто на четверти слова и сказать, что так как она собирается врать, то мы этого оказывать вам не будем, потому что мы не хотим, чтобы вы смотрели на воронье. То есть мы идиот такие, мы сами не можем ни в чем разобраться, да, а они нам просто не идут насмотреть. То есть то, что происходит в Америке сегодня, оно даже не вызывает уже ошарашенного ощущения. То есть ты просто понимаешь, что вокруг враги, наши враги просто. Вот они уселись так за последние 10-20 лет, не знаю, так сказать, те, кто заканчивали университеты, юристы, которые стали судьями, там лингвисты, которые стали журналистами, историки, которые стали политологами, они все распространились, выгоняли, выталкивали, принимали только своих, и оказалась абсолютная во главе мафия людей, которые презирают нас, которые считают, что мы идиоты, которые считают, что нам нельзя давать самим разбираться. С университетов они этим занимаются. Как только приходит лектор, который может повлиять на аудиторию, они начинают от того, что они заходят там, бросают в него еду, гудят, кричат, до того, что они разбивают окна, поджигают машины, сбивают людей, вызывают антифушием. Она избивала людей, которые идут на эту лекцию. Чтобы, не дай бог, не услышали они слово, которое отличается от того, что говорят эти коммунисты-фашисты, которые пытаются загнать вас, как нас всех, как стадо, в одно стоило, чтобы мы там стояли, или сидели, или лежали, жевали себе спокойно, но ни в коем случае не давали воли нашему разуму. Потому что, не дай бог, мы можем догадаться до того, что они нас обманывают и дое. И вот, сказав всю эту речь, это абсолютный позор, то, что происходит сейчас в Америке. И я просто, так сказать, я человек неверующий, я не атеист, я агностик. Я не знаю, есть, нету, но я клянусь, я молюсь Богу, или чему-то, которому выше нас, и говоря, пожалуйста, не дай этим подонкам захватить Америку, начав с того, что они захватят. Я понимаю, что если придет Белый дом Обама, Байден и прочее, то еще у нас есть кое-какие шансы. Но если и он придет туда, и в Джорджии выберут двух сенаторов, и набьют они потом суд своими, и потом и вся пресса их, и еще сделают 15 миллионов человек нелегалов здесь легальными, которые могут голосовать, ребята, то это хана. Вот надо молиться и делать все возможное, а не просто звонить и возмущаться по телефону. Все возможное делать для того, чтобы этого не произошло. Потому что от нас тоже зависит. Мы должны сделать перерыв небольшой, после чего вернемся и продолжим. Обязательно примем звонки. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Леон. На одном из ваших видео в середине прошлого месяца вы сказали о том, что после выборов через 3-4 дня ваша уверенность в победе там упала до 20%. И буквально через несколько дней, когда выяснилось о манипуляциях и выборами, ваша уверенность возросла до 60%. А вот на сегодня, когда не только демократы, прессы и судьи сплотились вокруг Байдена, чего равна ваша уверенность в победе Трампа. Спасибо. Я с удовольствием дам эту цифру. Единственное, что, как видите, она меняется, и поэтому из меня очень плохой оракул. Я всегда говорил, что я так, очень средний ГК Кассандра. А на сегодняшний день моя, скажем так, я поставил бы 40% на то, что Трампу удастся остаться на второй срок. 847-400-5200, телефон нашей студии. И, возвращаясь к заговору СМИ, вы помните, как они похоронили историю с Хантером Байденом, потом, как они похоронили историю пресс-конференции Тони Бабулинский, который рассказал и разложил все по полочкам, подтвердил свои слова документами и имейлами, которые он тоже получал. И если вы слышали про Project Veritas о Киеве... Да, конечно. Конечно, я могу рассказать об этом. Я не знаю, насколько ваши слушатели в курсе этого дела. Значит, о Киеве, молодой журналист, но сейчас он уже не такой молодой, как был, когда он первый раз появился, он изначально стал заниматься тем, что он переодевался, он очень хорошо играет разных типажей. Вот первый раз он, по-моему, переоделся в сутенера, взял с собой, так сказать, журналистскую тоже деваху, одел ее как такую уличную проститутку, и они пошли получать разрешение на ввоз малолетних проституток на территорию Соединенных Штатов Америки. Причем, значит, пришли, уселись, с ними была камера, которая была незаметна для, значит, иммиграционного специалиста. И точно ей рассказали, что они собираются делать, как они собираются делать, что это малолетки, что они хотят их эксплуатировать, что они хотят зарабатывать деньги с помощью передачи их, так сказать, в объятия пожилых людей и тому подобное. И та тут же начала рассказывать им, как им надо действовать для того, чтобы обмануть систему и тому подобное. В следующий раз они проделали приблизительно, он проделал приблизительно такую же историю, когда, я не помню, это он сам или кого-то он подослал к двум руководительницам того самого абортария, как он называется. Плэн Пэрн Куд. Плэн Пэрн Куд, да-да-да-да. И договаривались с ними о том, чтобы они делали аборты, уговаривали людей делать аборты, а материал, так сказать, из этого абортария пересылали им куда-то за границу, где они будут делать какие-то опыты над них. Ну, в общем, так сказать, какая-то страшная грязь. Тут же, так сказать, эти две мамы радостно согласились, начали обговорить, что они не первые, кто к ним обращается, что они уже со многими клиентами работают, но будут с удовольствием, чтобы у них есть цена, там, за такого-то ребенка абортируя, столько-то, за такого-то, со столько-то и тому подобное. В общем, несколько скандалов он таких поднимал, иногда это все кончалось с полным увольнением, иногда, так сказать, чем-то еще, но, по крайней мере, это и есть журналистика. Вот что он сделал, это к нему обратился кто-то из CNN и сказал, что он может ему дать код, по которому он может подключаться к утренним разговорам президента CNN Закара с журналистами, потому что тот, значит, вот дает им приказы по утрам, что освещать, что не освещать, что делать. И в течение двух месяцев подключался, значит, вот Акиф тайно подключался к этому разговорам, их все записывал. Самые интересные вещи, так сказать, перепроверял и тому подобное, а два дня тому назад он, значит, подождал начало разговора этого, там, минут 15-20, потом, значит, у него все время на мьют стоял, то есть выключенный микрофон. Он включил свой микрофон обратно и сказал, господа, прошу прощения, что я обнешиваюсь, меня зовут так-то и так-то, я из такого-то проекта «Веритас», значит, я просто хочу предупредить вас, что я два месяца присутствовал на ваших планерках, все слышал, все записывал, все материалы имеются, и у меня, так сказать, есть только один вопрос всего. Вот, господин, значит, урожаемый господин президент CNN, вы считаете себя, продолжаете утверждать, что вы честная, порядочная журналистская организация, которому, значит, народ должен доверять и слушать, значит, с открытым ртом, что вы говорите. Была пауза, после чего Закин сказал, что так, сейчас все вырубаемся и с завтрашнего дня переходим на другую защищенную связь. И повесил трубку. После чего, значит, CNN опубликовала заявление о том, что они будут преследовать его по букве закона, на что Акиф ответил очень просто, значит, господа, как только вы начнете это делать, я сразу же начну вас преследовать по букве закона, потому что два месяца тому назад вы опубликовали украденный разговор Милании, значит, Трамп, в котором она говорит то-то, то-то и то-то, вы над этим полчаса издевались и пустили это по всем средствам массовой информации и по интернету гулять. Значит, я, по крайней мере, сказал вам, что я вас слушал и собираюсь публиковать. И вот, значит, у него есть, как он сказал, у него есть 20 сообщений коротеньких, и он, значит, на минуту приблизительно, и он каждый день, уже третий день эти сообщения ставит. Из этих сообщений совершенно понятно, что, значит, CNN является лидером, или, так сказать, одним из лидеров, составляющим звеном фронта борьбы с Трампом любым способом, что во время этих планерок они не обсуждают, как лучше информацию подавать, как точнее, честнее, там, так сказать, этичнее, а они обсуждают, как скрыть от народа то, что они не хотят, чтобы народ знал, как подавать народу то, что они хотят, чтобы народ хавал. Они обсуждают, что народ не должен знать этого и того. Кстати, разговор шоу конкретно о всей этой истории с Хантером Байденом несколько раз. Потом, значит, когда кто-то из Нью-Йорк Таймс и кто-то из Политику сделали ретвиты, значит, Нью-Йорк Пост, то CNN взорвалось, и они обсуждали, что делать с этими журналистами, как на них надавить, чтобы они не смели, значит, рвать фронт, потому что иначе народ случайно может узнать, что в действительности происходит, а этого допустить нельзя. На завтра, как минимум, одиночек, может, оба, но я знаю про одного, одиночек журналистов из Политика снял этот твит и написал, значит, извинения, что он опубликовал обманные материалы, и, значит, вот он просто решил пошутить и показать людям, как врут там люди Трампа и тому подобное. То есть, вот весь этот проект Веритас, Project Веритас, да, с его деятельностью показало, что то, что мы знали прекрасно, просто у нас не было свидетельств, вот сейчас уже есть свидетельства, да, о том, как они занимаются не тем, чтобы нам новости доносить до нас, а как быть, формировать наше мнение, как добиваться своих целей, то есть они являются отделом пропаганды некого глобалистского, прокоммунистического, марксистского движения, и они совершенно этого не стесняются. Журналисты, которых вы упомянули, которые по простоте душевной твитнули эту историю, это Мэгги Хэберман из Нью-Йорк Таймс, которая постоянно торчит на CNN, кстати, ну и второй, это Джейк Шерман из «Политика». Вот Шерман отменил, завтра-то выценил, про нее я не знаю. Да, он отменил, извинялся, они ему там вздрючку устроили, а потом, чтобы все это дело похоронить, вы на следующий день вызвали Клапера, этого засранца, который, будучи директором национальной разведки, под присягой врал Конгрессу и должен сидеть в тюрьме, подонок, и тот подкинул им идею в эфире. Это все типично русские штучки, это вот Кремль запустил эту информацию. Господи, какие уроды. Ну, с этими все понятно, эти ублюдки и понятно, но вот жалко тех зомби, которые по сей день черпают свою информацию из CNN, MSNBC. И даже при том, что им раскрыли глаза, нате, посмотрите, чем вас пичкают, вас зомбируют, вам не показывают одну информацию, выдумывают, врут с другой информацией, и они обманываться рады, что называется, как классик говорил. Вот в этом же разговорах на CNN там прозвучала следующая фраза, когда обсуждала, что твиты делали нашими людьми. Давайте мы оставим всю эту информацию на той грязной, вонючей кухне, на которой, значит, присутствуют и трутся республиканцы, но ни в коем случае не дадим этой информации дойти ни до кого, кто, значит, не с ней. К сожалению, все так. Давайте примем звонки. Добрый день. Уважаемый Леон Старостоке, я хотела спросить у вас, вы говорите, но не только вы говорите, сегодня уважаемый Юрий Таба говорил то же самое, что нельзя прекращать бороться. Но мы не знаем, как бороться, кроме того, что там, допустим, послать деньги, кстати, желательно было бы адрес в Джорджию, куда послать лично компанию Трампа, где бы это узнать, как посылать, и выйти на демонстрацию. Что еще мы можем делать? Сделайте хотя бы это. Через 12 лет, как с нами бороться. Вы знаете, я не знаю других способов, я не хочу предложить вам идти покупать оружие и стрелять в кого-то, правильно? Мы говорим о чем-то другом. Мы на данный момент, мы, к сожалению, зрители, которые две вещи можем делать, а именно мы можем посылать деньги. Я бы посылал деньги в компанию Трампа, потому что она как раз занимается финансированием всех этих расследований, заплатила только что 3 миллиона долларов за пересчет голосов, бессмысленный совершенно. Они это говорили, но пошли на это. Ко мне все время приходят, я не знаю, к вам, я уверен, тоже, просьбы, подписанные то Пенсом, то Трампом, то кем-то из детей Трампа, так сказать, тому подобное, с просьбой присылать 10, 20, 50 долларов. Я честно это делаю. Второе, что можно делать, это, ну, я не знаю, так сказать, выходить, попробовать выходить на какие-то демонстрации, пусть 10, пусть 20 человек с плакатами, пусть люди видят, что, так сказать, вы стоите и за что-то. Кто-то к вам присоединится, кто-то позвонит, кто-то обратится, кто-то скажет, у меня тоже, у нас тоже делается демонстрация, приходите на нашу. Под лежачий камень вода не течет, значит, надо начинать, знаете, для того, чтобы дойти, надо сделать первый шаг, это самое главное. А потом, когда начинаешь что-то делать, к тебе присоединяются люди. Вот я там 5 лет тому назад начал разговаривать в русскоязычном пространстве, до этого я никогда этого не делал, и начал разговаривать, начал высказывать свое мнение, стали присоединяться люди. Вот сегодня есть десятки, сотни тысяч людей, которые это слушают, и не просто слушают, а кто-то из них что-то делает, кто-то денег посылает, кто-то поменял свое мнение, кто-то что-то еще. Значит, каждый находит свою вот эту нишу, Я хожу на все, как только я знаю какой-то демонстрации здесь, там, у дома нашего мэра призывали пойти и кричать, открой наши школы. Я понимал, что это, так сказать, приблизительно равно бреду, но мы с женой честно поехали, честно провели там час и честно прокричали, открой наши школы. Я понимаю, что его там не было, я понимаю, что пытались, ни одно из средств массовой информации пыталось не дать этого, но куда-то кто-то заснял, вот после этого приезжают ко мне завтра люди с видеокамеры снимать меня, меня там увидели, так сказать, кто-то сказал, вот этот парень, он по-русски разговаривает, завтра приду снимать для местного телевидения, о чем я говорю со своими русскими. То есть, когда ты начинаешь что-то делать, то люди начинают к тебе приходить и говорить, а вот у меня есть такая идея, вот давайте вместе сделаем вот это. Поэтому главное не сидите, главное говорите, общайтесь, ходите, не знаю, так сказать, там, выходите на угол, стойте с плакатом. Бред, кажется, да? Но кто-то вам подойдет и скажет, я тоже хочу, давай я присоединюсь, давай в следующий раз вместе это сделаем. Господа, не сидеть на диване. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена из Вирджинии. Леон, я хочу спросить вас и Сережу тоже. Вот, например, Орлов говорит, что он, когда будут выборы в Финап, поедет в Дзержию и будет смотреть, какие номера машин приехали и так далее, и так далее. Ну, может быть, что-то фотографировать. Может быть, вот тоже надо что-то такое организовать, чтобы люди ехали и беседовали с приехавшими, откуда, кто, что. Потому что они же повалят туда голосовать. Ну, они все заранее это делают, они там сами себе письма посылают и там, может быть, возьмут какие-нибудь там права на вождение машины в этом штате. Ну, то есть, они как бы, якобы они жители Джорджии. Нельзя вот это вот что-то такое организовать. Так, что значит организовать? Это желание, так сказать, каждого, кто хочет что-то сделать. Что значит организовать? Вы знаете, скажем так, вот в Джорджии есть комитет по выборам двух сенаторов сейчас, да? Я бы связался с этим комитетом, если у вас есть возможность, вам, вас или еще несколько человек поехать, сказать, ребята, я готов приехать, чем могу быть полезным? Могу коробки, что называется, перетаскивать, могу на углу стоять, могу фотографировать, могу разговаривать с людьми. И скажите, что делать, и, может быть, есть какие-то волонтеры, которые дадут мне комнату на это время. Я уверен, что у них что-то такое имеется. Ну, в крайнем, совсем в крайнем случае, может там Мотель 6 снять там на три дня, правильно? Тоже, так сказать, не страшно, там по 40 долларов. Но, тем не менее, я бы связался с ними, потому что у нас-то будет самодеятельность, а там люди, конечно, нуждаются в помощниках. Я знаю, что вы не, так сказать, не пророк, но вопрос у меня к вам. Более 40 штатов подали иск против Фейсбук, антитрастовый такой иск. Как вы думаете, это будет иметь какие-то последствия или нет? А если Трамп будет в Белом доме, то возможно, если нет, то не будет. То есть, так на том и остановятся. Да, они часть заговора. Ну, это несомненно. Ну, кто же будет с ними воевать, если во главе государства участники их же заговора? У-у-у, давай раскрывай заговор и заодно меня похорони, чтобы я пошел в тюрьму. Понятно. Зачем? И теперь по поводу оружия. Вы, наверное, слышали уже, видели эту новость, что все-таки Ритм Хаус будет, предстанет перед судом. Это парень, который из Вискансины, вернее, он из Киноши. Его экстрадировать в Вискансин будут, и там он будет, в Вискансине предстанет перед судом. И у некоторых либералов, и даже некоторых адвокатов, которые называют себя республиканцами, это вызвало такой прилив бодрости. И в соцсетях это обсуждается, что он дурак, он глупый, он идиот. Ну, и там идет спор, защищался, не защищался. Ну, парню угрожал реально, так сказать, его жизнью существовала реальная угроза. И парень защищался с применением винтовки, которой он владел, наверное, незаконно. Так один из адвокатов пишет, ну, вот изначально он себя поставил в такую ситуацию, он не должен был там находиться. На вопрос, а вот бандиты, которые там громили и жгли, они должны были там находиться? Это правильно? Сережа, очень-очень-очень сложный вопрос. Я понимаю, так сказать, что называется, когда с тобой играют в хоккей, то нельзя играть в шашки, да? Или считать, что ты играешь в шашки. Но вопрос, где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. Просто не могу. С одной стороны, да, а с другой стороны, если это ружье ему не принадлежало, он не был у него права. В этом смысле, да, тут он нарушил закон. Он пошел с этим ружьем, и он защищался, я все понимаю, да? Но изначально, так сказать, там как бы два дела получается, да? Одно это право на ношение оружия, а второе это самозащита. Там это все сложно. Я понимаю, что если ты не вникать в юридические тонкости, то, о, подумаешь, он же защищался. На самом деле, мы должны быть стороной закона. На самом деле, я должен был подвести как бы черту под этим. То есть, там наверняка найдутся моменты, где он нарушает закон. Но это подлюдчие законы, которые не разрешают нам защищаться. Живя в этом гребаном штате, имея законное оружие, имея право на ношение оружия, и если к тебе в дом вломились вот такие ублюдки с оружием, с кейбордами, с битами, ты не можешь применить оружие по нашим гребаным законам, не можешь. Да, но я лично, я лично буду применять, а потом уже буду разбираться. Вот в том-то и беда. А если что-то не нравится, то, а, ты можешь либо пытаться изменить закон, либо уехать из этого штата. Вот это меня и возмутило, когда адвокаты смакуют закон и при этом испытывают оргазм, вместо того, чтобы сделать хоть что-то, чтобы изменить этот гребаный закон, который ставит нас в положение рабов. Леон, огромное спасибо. Времени, к сожалению, больше не осталось. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok